Один из барнаульских лицеев, второй класс, он же ежедневное поле битвы. Зачинщик, он же главный боец, по мнению большинства, особенный ученик. Его шалости, которые начались давно, переросли в драки с серьезными последствиями. Он толкнул моего ребенка, и дочь у меня получила травму, закрытую и тупую. Произошло это после уроков, когда все дети дружно выстраиваются колонной, и учитель их сопровождает до раздевалки. У нас класс находится на втором этаже. Так получилось, что мой ребенок отстал, и сзади нее шел Михаил. Она говорит, мам, я повернулась, посмотрела, он идет за мной. Я знаю его уже, вот эти все выходки. Я повернулась к нему лицом и шла спиной-то назад. Он ее догоняет, толкает, она падает. Рентген, больничный МРТ, стресс-психолог. У ребенка подозрение на компрессионный перелом, рассказывает мама девочки. Беседа с мамой обидчика конструктива не добавила. Пострадавшая сторона написала заявление в отдел по делам несовершеннолетних. То есть здесь у нас прописано, согласно судебно-медицинской экспертизе, что у нас травма получена, вот постановление, что отказано возбуждение уголовного дела, так как он не достиг возраста 14 лет, это что, 115-е вообще. Но мама мальчика, которому поставлен диагноз синдром дефицита внимания, подала встречное заявление за царапины. В тот же день в школе произошел еще один инцидент. По словам родительниц, дети боятся мальчика, поэтому стараются держаться от него подальше. Но у ребенка особенности в развитии, и это важно учитывать всем участникам образовательного процесса. Позиция второй стороны. Имеет нарушение активности и внимания. При этом ребенок не относится к категории с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. И в школе нам показана обычная программа, обычная школа, то есть все как обычно. Но при этом ребенок требует индивидуального подхода. По словам Татьяны Зель, дома этот подход организован. Четкий распорядок дня, регулярные беседы о правилах поведения, спланированный досуг. Мальчик ходит в секции активного спорта. Футбол, плавание, коньки. У ребенка обязательно находится под наблюдением медицинских специалистов. Это проходим постоянные плановые лечения. При необходимости вне плановые бывают. То есть с ребенком обязательно занимается психолог. Татьяна говорит, родители одноклассников ее сына во многом сами обостряют ситуацию. Настраивают своих детей против ее ребенка. Кто-то учит не общаться, кто-то давать сдачи. Дети не понимают, что происходит. Они не находят ответа от родителей. И в результате мой ребенок подвергается давлению психологическому. То есть дети начинают на нем шутить. Женщина поведения сына объясняет защитной реакцией. Но родители одноклассников убеждены в другом. Мы выходим в школу, он опять ее. Я тебя фрежу, я тебя покалечу, я тебе сделаю еще больнее. То есть мы, получается, девятого в школу ходим, десятого мы не ходим. Я успокаиваю ребенка, у него истерика. Мама, я не пойду, я его боюсь. Мой ребенок заступился за друга. То есть Миша вставал два раза за урок и пытался просто, как сказать, подходил к мальчику, к другу, к его и требовал от него машинку. Мой ребенок просто встал и попросил Михаила сесть. А Михаил вцепился ему в лицо, когтями, можно сказать. Потому что у моего ребенка просто была пятерня на лице. Запись с камеры наблюдения, которая установлена в классе, по какой-то причине отсутствует, подчеркивает Екатерина Шефер. Мама мальчика описывает ситуацию по-другому. Дети не поделили машинку. В результате третий ребенок, который вообще к этой машинке не имел отношения, но поскольку был конфликт на уроке между детьми, он подошел и попытался силой усадить моего сына за парту. То есть силой физическое воздействие. Соответственно, ребенок начинает защищаться. То есть его схватили, он оттолкнул в ответ. На данный момент у нас пять случаев ПДН. В школе четыре случая, которые дошли до полиции, до ПДН. И в садике, вот мы были вот с этим мальчиком, тоже случай был, где девочке нанесен был телесный вред. Особые отношения учителей к особенному мальчику родителям тоже не по нраву. По их словам, мальчик может встать и ходить по классу, отвлекать других детей. Это мешает учебному процессу и усвоению материала. Они его хотят защитить, они хотят его социализировать, они хотят из него сделать лидера в классе. Но как сделать из него лидера в классе, если он у нас полкласса по перебуткам? По словам Татьяны Зель, перевести своего ребенка на надомное обучение или отправить его в частную школу, в малокомплектный класс, возможности нет. Мы даже писали заявление со всеми родителями, 26 человек у нас, практически все. Мы писали заявление, что мы хотим уйти из этого класса. Нам пришел ответ от администрации школы, что нет таких технических возможностей. Конфликтная ситуация обострилась настолько, что обе стороны обратились во все возможные инстанции. Мы, в свою очередь, направили официальные запросы. Из ответа уполномоченного по правам ребенка в край ясно. Проверка совместно с городским комитетом по образованию проведена. Меры приняты. Внесены дополнения в план воспитательной работы в части сплочения классного коллектива. Разработаны мероприятия по организации перемен в начальной школе. Разработана программа психологического сопровождения обучающихся. Принятые меры с целью разрешения конфликтной ситуации среди родителей обучающихся. Нарушений прав несовершеннолетних обучающихся при реализации данных мероприятий в настоящее время не выявлено. Мальчика поставили на учет ПДН. Полиция продолжает проверку. Но от этого не стало легче. Проблема не решена, утверждают стороны. Одна из них подчеркивает, дети в школе по-прежнему не в безопасности. Другая утверждает, все профильные структуры проводят недостаточную работу для нивелирования конфликта и выстраивания необходимого диалога. Мне поступило по средствам WhatsApp предупреждение о том, что будет направлено коллективное обращение родителей в органной опеки на изъятие ребенка из семьи. Ребенок у меня на следующий день приходит со школы и спрашивает, мам, а когда меня органы опеки заберут, меня в хорошую семью передадут или нет? Независимые эксперты говорят, проблема кроется в том, что система образования не приспособлена для детей с особенностями в развитии. Чтобы комфортно учиться всем, ее нужно модернизировать. А между тем, серьезно отнестись к происходящему в барнаульской школе просят обе стороны. Иначе, говорят родители, не избежать еще более серьезных последствий. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.